Друзья, всем привет! Вы на канале Least Startup, меня зовут Паша Городецкий, и тема сегодняшнего видео это «Что такое Lead Time?». Но перед этим обязательно переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на нас, изучайте наши крутые программы и профессии, на которых мы не только даем крутые актуальные скиллы и навыки, но и при этом доводим каждого до закрытия их карьерной либо профессиональной цели. Что такое Lead Time? Lead Time или время производства — это время, которое тратится на выполнение задачи с момента ее появления до ее полного закрытия. Все, что требуется для того, чтобы посчитать Lead Time, это выяснить, сколько времени требуется на выполнение каждого процесса внутри задачи, от появления задачи до ее реализации, и сложить все полученное время. Именно это и будет Lead Time, то есть время выполнения заказа, время производства. Часто показатели Lead Time путают с показателем Cycle Time, то есть время цикла — это то время, которое фактически занимает выполнение у сотрудника или у команды поставленной задачи. В чем здесь отличие? В том, что Lead Time считается от появления задачи, то есть от того момента, как команда либо сотрудник взял на себя это обязательство. При подсчете Lead Time важно понимать, в какой момент считается, что команда взяла на себя обязательство. Часто бывает, что Backlog — это просто очередь, куда заказчик кладет свои идеи, свои задачи, свои проекты. И, соответственно, только после того, как команда либо руководитель задают все уточняющие вопросы, получают всю необходимую информацию, ставят приоритет для задачи, только после этого можно считать, что команда взяла на себя обязательство. И, соответственно, отчет Lead Time будет начинаться только с этого момента. Если задача просто лежит в бэклоге, это не означает, что задача взята в работу. Для чего же нужен показатель Lead Time? Он помогает, во-первых, спрогнозировать реальные сроки поставки заказа, продукта, задачи и при этом донести эти реальные сроки до заказчика. Чем точнее рассчитаны показатели Lead Time и чем стабильнее бизнес-процессы внутри, тем точнее можно сделать прогноз и донести финальные сроки до заказчика. Не всегда получается, что короткий Lead Time ведет к улучшению бизнес-показателей либо к удовлетворенности клиентов. Часто точная трансляция реальных сроков заказчику является гораздо более важной задачей, чем просто во что бы то ни стало уменьшить Lead Time. Lead Time также может наступать в качестве индикатора гибкости компании и ее бизнес-процессов. То есть, чем короче Lead Time, чем меньше времени требуется на поставку заказа, тем более гибкая компания, тем больше она может вносить изменений, тем больше она может адаптироваться, что часто не хватает крупным компаниям, поскольку очень много процессов, сложные проекты, много бюрократии. Соответственно, в этом случае и сложнее точно посчитать Lead Time, то есть спрогнозировать реальные сроки поставки заказа, проекта, продукта. И при этом еще сложнее вносить изменения, адаптироваться по ходу выполнения заказа. Поэтому важно, чтобы показатель Lead Time был максимально реалистичным, четко отражал бизнес-процесса, а не был просто ванильной метрикой, которую используют для того, чтобы отчитаться перед руководством, и которую пытаются натянуть, и которую пытаются подогнать под те сроки, которые кому-то транслировали. Правильный, честный подход к расчету Lead Time и трансляция этого показателя позволит бизнесу итеративно улучшаться, улучшать прогнозирование своих сроков поставки, сроков производства и поможет всей компании настраивать бизнес-процессы точечно, это не происходит быстро. И, соответственно, за счет этого повышать эффективность, повышать прибыль, повышать лояльность пользователей за счет того, что все будут понимать, что бизнес-процессы стабильные и все будут отталкиваться от того, что те сроки, которые компания указывает, реалистичны, а не просто названы для того, чтобы показать какую-то красивую цифру. Поэтому всегда рекомендую придерживаться здесь честного, открытого, прозрачного подхода и использовать показатели не просто для того, чтобы он был, а для того, чтобы реально приносить какую-то вэлию в компании. Надеюсь, было интересно, и всем пока, увидимся в следующих видео.